Если в походе есть медик, то это все заваливается на него. Не оказание медицинской помощи медикам с образованием должны оказывать медицинские работники, пожарники. МЧС, то есть спасатели, медицинскую помощь, по поводу доврачебной помощи, это к первой медицинской помощи ничего общего нет. Значит, работники ГИБДД и пожарники, присутствующие на месте происшествия, по закону обязаны ее доказать. За неказание помощи специально обученными работниками уголовная ответственность. В походе таких, ну предположим, что в походе таких людей нет. Хотелось бы, если человек опытный, если медицинский работник в отпуске поехал за границу в самолете, в задницу пьяный, то он все равно является медицинским работником и в самолете в чужом государстве обязан оказать медицинскую помощь. Вот это, да, это действительно так. Что может сделать человек без мед? Нет, 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 значит, это, сейчас, до этого шла речь только о медицинских работниках. Все остальные, все, вот кроме вас, не имеют образования и дальше лекция будет именно для них. Ну, я бы, по законодательству вообще, вы можете позвонить в школу помощь. Садитесь. Вы оказали, вы оказали, вы, как говорится, сообщили. А потом уже в Соединенных Штатах есть закон о добром самолете. То есть, мне, в отличие от нашего законодательства, то есть, человек, который оказывает любую помощь пострадавшему, он не подойдет никакой логовый ответ. Неправильно. Это для России, это, 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 это не, не, не верно. То есть, специально обученные люди обязаны оказывать первую, 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 медицинскую помощь. Все остальные люди не обязаны оказывать. Если вы не хотите оказывать первую медицинскую помощь, вы это делать не обязаны. Это ваше доброе намерение. Вы хотите человеку другому помочь, вы помогаете. Если вы не хотите или не умеете, то никто никого не осудит, вы имеете право не оказывать медицинскую помощь. Нет, помощь. Помощь этому человеку. Но есть 124 и 125 статья Уголовного кодекса. Доставление человека в опасности и не оказание помощи больному. Где конкретно сказано, что любой человек, который видит пострадавшего, должен позвонить специалистам. Обязан это, 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 это все делать. Именно для этого в походе должен быть телефон. Спутниковый, рация, ну, какой-то канал связи должен быть. Значит, если человек без сознания находится, то вы можете оказывать помощь, не спрашивая этого человека. Если это ребенок, то оказывать ему помощь можно, только спросив о этом у его родителей. Если они рядом. Ну, в походе дети до 14 лет обязаны быть с родителями. Значит, если вы видите какое-то происшествие и спрашиваете у пострадавшего, хочешь я тебе помогу? А он говорит, нет, не хочу. Вы просто идете мимо. Это не ваше собачье дело. Вот. Но тут выступает другое. Вы присутствуете на аварии. Значит, пострадала машина, вот-вот загорится, вы подбежали, пытаетесь открыть дверь. Не получается, каким-то образом вытащили из машины человека, его вытащили. На следующий день он идет в милицию и пишет на вас заявление, что вы разбили стекло его машины и поцарапали ему дверь. Вы хотели как лучше спасти его, но при этом повредили машину. Другой случай. Вы в походе стоите на берегу бурной реки, чистите зубы. Мимо вас несет человека. Вы прыгаете в бурную реку, каким-то чудом, пломите этого человека, за что смогли выловить, вытащили на берег. Он на вас пишет заявление за вырванные волосы и две вырванные пуговицы. Вот как поступать в этом случае? Значит, в этом случае есть статья 39-го Уголовного кодекса. По поводу людей, которые ходят в походы, бывают всякие. Вот точно говорю, бывает вот такое чудо, что некоторые лучше не трогать, чтобы не воняло. Значит, статья 39-я, это крайняя необходимость. Я прочту ее полностью. Не является преступлением причинение вреда в состоянии крайней необходимости. То есть для устранения опасности непосредственно у рождающей личности, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами, или при этом не было допущено превышение пределов крайней необходимости. Значит, крайняя необходимость – это причинение вреда, то есть сколько волос вы человеку вырвали, причинение вреда явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности. То есть, конечно, можно купающегося так вырвать из воды. Ну, он, наверное, будет прав. Такое превышение не влечет за собой уголовную ответственность. Или влечет эту ответственность только в случае умышленного причинения вреда. Статья Конституции номер 2 говорит, что жизнь и здоровье человека признаются высшей ценностью. Вот на основании этого оказывать медицинскую помощь в походе все-таки можно. Группа вышла на маршрут. Мы, конечно, сейчас обсуждаем маршруты первой и второй категории сложности, то есть вроде как недалеко. Вот ребята идут на крайний север, вдоль Белого моря, до ближайшей помощи будет два дня на собаках. Поход по категорийности легкий, но медицинскую помощь специализированную вызвать будет проблематично. Поэтому обсуждать приходится именно, будем дальше обсуждать, что делать не специалисту в критических ситуациях. Значит, теперь вопрос такой. Так, опытные туристы есть? Для начала вопрос к вам. Назовите одну самую распространенное заболевание или приключение, ну такое, такое, чтобы это надо было лечить, которое случалось в ваших походах. Мозоль. Пиши. Мозоль. Белую дворячку. Ну, давай, по одному. Только не отступите, давайте быстренько. Давайте, ожоги. Ожоги. Значит, ожоги, там же солнечные, тепловые, и там же обморожение. Это вот там же будет. Ну, вспоминайте, давайте. Ну, очень, опытные люди кончились. Вывихи. Не вывихи. Значит, теперь все остальные, вот что вы не придумали, вот что может приключиться в вашем походе, даже такое сверхъестественное, что бы, то есть, что бы, к каким травмам, болячкам, вы должны быть готовы. Порезы. Ушибы. Вывихи, переломы, растяжения. Вывихи. Пореломы. Отравление. Отравление. Косы. Отравление, оно же желудочно-кишечное расстройство. Давайте, давайте, давайте. Пред, предполагайте. Рана. То есть, резаная, колотая рана какая-то. Для нас это, главное, обширная или не очень. Аллера, а аллергия. Да. Раны. Травма, запятая рана. Нет, рана, он в верху написанная. Ну, все, есть. Раны, это совсем не очень. Перелом. Конечно. Значит так, ассоциальное второе течение, переломы два, и третье потеря сознания. То есть, следствие удара. Мы говорим, камень, бремя. Давайте, вот, допустим, вот, черепно-мозговые все-таки отдельно будут? Шоковые состояния отдельно. Просто, как бы, объединены, неотложная помощь. То есть, вот это вот все, как говорится, в процессе там не угрожает жизни. Вот все переломы. Травмы, травмы, шубы, шубы. Значит, кровотечение есть? Есть. Нет. Раны и кровотечение. Да, это разные. Раны и кровотечение. Синяки. Ушибы. Ушибы. Ушиб и синяк. Синяки – это следствие ушиба происходит. Синяки бывают очень разные. Так, раны, да? Укусы – змей. Ну и там, артукусы. Растяжение, вывихи. Конъюнктивизм. Герпес. Ну, там еще кое-что есть. Давайте вот… Значит, что-то могло произойти. Что из этого мы сможем, как не специалисты, лечить на месте? Что-то нам нужно сделать, чтобы человек в течение какого-то время сразу не помер. И вызвать скорую помощь. А что-то мы вообще не можем делать. Ну, то есть, вот мозоли на месте лечим. Ожоги бывают разные. Это поражения также разные. Желудочно-кишечные разные. Ну, в общем, вы перед тем, как идти в поход, составляете для себя список, что может произойти. Потом, для каждого пункта пишите, какое лекарство вы берете. Пишите список. Для каждого похода, для каждого вида туризма, времени года списки будут разные. Если я сейчас буду рассказывать все, какое лечить, это лекция на 6 лет. Поэтому, ну, что могу, расскажу. Моя задача – рассказать, как это сделать правильно дома. Еще дома, что вы должны сделать, чтобы вот эта вся хрень вам не понадобилась. Значит, ну, такой случай. Допустим, перелом и человека, ну, допустим, вот сейчас, какая-то сложная травма, сами мы его лечить не можем. Мы человеку должны дать обезболивающее и вызвать специалиста. Сколько в вашем походе должно быть обезболивающее? То есть, какое количество каждого вида лекарств вы должны взять? Ребята, значит, что вот из этого всего списка может произойти одновременно с всеми участниками? Ну, давай, прям вот спереди. Масоли, ожоги, обморожения нажрались мухоморов. Рано, чтобы сразу все не видел. Аллергия также, перелом в группе, скорее всего, может быть один, либо два, если улетела связка. Кровотечение, опять же, один, ушибы, но не может быть вся группа ушибленная. Укусы, растяжения, вывихи, консериты. То есть, то, что... Опусти. Допустим, желудочно-кишечные расстройства могут быть сразу у всей группы. Активерный уголь, какие-то лекарства, вам нужно взять на всех, чтобы было легко считать, в группе 10 человек. То есть, вы берете лекарства для этого на 10 человек на 3 дня по максимуму. То, что может случиться с 1 или 2 человека. Допустим, если это горы, если это связка, то улететь могут 2 человека. То есть, 2 человека могут сломать себе что-то. Нам нужно взять обезболивающее на 2 человек. Через сколько дней максимум придет помощь. Конкретный поход. Люди идут на берег Белого моря. Они предполагают, что в самом заднице, вот там, в самом дальнем месте от джилья. Ищут такое место. Предполагают, что там может что-то произойти. И помощь придет через 2 дня. Потому что до вертолета... Хрен его знает, будет ли вертолет. И объяснить людям по телефону или по рации, где вы сейчас находитесь. На какой просеке, на каком километре. Это очень сложно. Поэтому приходится рассматривать... Ну, самый сложный случай. Что вертолет не прилетит, скорая помощь по снегу не приедет, и вам придется тащить человека на себе. Тащи 4 дотоня. 2 человека 4 дотоня. То есть вы берете какое-то обезболивающее, смотрите дома, сколько раз его колют. 2 раза в день, в сутки или 3 раза. И берете именно такое количество. То есть с количеством не существует такого некого списка, где было бы написано, сколько, чего, в каком количестве нужно взять. В каждый поход приходится составлять список заново. Значит, в походе должна быть аптечка. Значит, вот вы составили список предполагаемых происшествий, которые могут быть в данном климате. Ну, поясню, зимой вряд ли будут серьезные солнечные ожоги. Ну, вряд ли. Летом, где-нибудь на море, вряд ли будут обморожения. Ну, и так далее. Значит, еще раз скажу. В этой группе из 10 человек нету ни одного медика. Как только появился медик-специалист, вы не думайте, вы все ему отдали. И пусть он думает. Потому что он человек обязанный помогать, оказывать медицинскую помощь. Вот такого человека нету. Вот. Значит, теперь медикаменты. Основная идея. Брать только те препараты, которыми сможешь или умеешь пользоваться. Если в группе никто не умеет делать уколы, не берите препараты в инъекциях. Если вы думаете, что в критической ситуации у вас не дрогнет рука, я очень сомневаюсь. Даже опытные люди, которые десятками лет работают в скорой помощи, при виде некоторых происшествий теряют сознание. Поэтому, вот, подумайте дома. Значит, первое и самое главное, это компетентность и доказание помощи, которую вы сможете делать. Если вы не умеете делать, даже не лезьте, поскольку неправильно оказанная помощь может в первую очередь привести к ухудшению потерпевшего. Поэтому, кроме как предложить холодную тряпочку на лоб, от вас ничего больше нет, не требуется. Позвонили и спрашиваете человека, как ты еще не померешь? Вот, примерно так. Значит, я взял свою аптечку, сначала про аптечку, а потом про лечение. Думаю, что качественно рассказать про лечение, ну, это должен, конечно, какой-то опытный медик. Ну, я попробую. Ну, поэтому для начала аптечка. Значит, аптечка, ну, если для начала емкость, аптечка должна быть жесткая. Значит, я ее кинул и наступил. Это самое обычное дело в походе, как только есть мой рюкзак, я его скинул, на него сразу село двое. Это вот святое дело. У меня такие длинные рюкзаки, вот люди своим просто долгом считают сесть на мой рюкзак. И это, ну, это прям вот норма. Коробка должна быть реально жесткая, чтобы нужно было бить. У меня перед этим была мягкая, она в осведении похода лопнула. Она приехала такая вся с очень перематанная. Дома она, конечно у меня есть, но аптечка, коробка, дорогая штука, но она вам поможет. Вторая часть аптечки находится в все, что можно мять и такое, что можно мять, потому что вот в эту коробку не уместится. если будет коробка больше по размерам, они тоже есть с хорошими застежками, она легче лопнет вот посередине, вот тут где-то. Поэтому коробка такая должна быть опробованная. Вторая часть это полипропиленовый пакет. Растянуть его, ну, это очень сложно. Я вот этих мешков я беру обычно, ну, кроме как вот для аптечки, обычно их два. Один выставляется в другой, завязывается. Вот кроме этого я беру еще четыре. Вот этот мешок хорошо надевается на ногу получаются сапоги. это разорвать, ну, достаточно сложно. То есть утром из-за палатки вылезти и сходить пописать, ну, то, что нужно. Когда эти троса, дождь, грязь, у меня такие сапоги есть. То есть вот в этой вот мягкой аптечке то, что невозможно, что сложно растоптать. Герметичность. Где взять такие мешки еще скажем. Ну, вот это вот это пакеты для перевозки рыбы. Кому нужно любое количество дам без ограничений. Есть меньше, больше, какие угодно. Купить можно, ну, наверное, в любом магазине, кто торгует аквариумной рыбой. То есть это не дефицит точный. Герметичность. Когда у меня были просто коробки, после первого же дождя лекарство намокали, превращалось это все в кашу. Значит, легкость. Читаю. Разумный вес аптечки, на мой взгляд, не мой, ну, там, кто это написал, разумный вес аптечки 4 килограмма, ну, 3-4 килограмма, вместе с упаковкой витаминами. Это действительно так. Как только вы поручили собрать аптечку медику, медик возьмет 4 килограмма. кто-то попадает, потому что он, он это знает, что действительно, вот, аптечка меньше, чем 3-3 килограмма для медика, ну, это вообще ничто. За мной ходили девочки, ну, реально, это половина рюкзака, это аптечка была. Вот моя, или, правильно сказать, наша аптечка, это полтора килограмма, кило 600, если там будет, будет очень жарко, и мы берем там 3 пузырька пантенола. Кило 600 получается. Вот примерно к этому, то есть каждый килограмм несете вы. Лишнего не надо брать, но что взять по списку каждую таблеточку все должно быть посчитано. Аптечку должен идеально знать медик, а остальные участники должны быть хорошо с ней знакомы. Перед каждым походом, даже самым таким единичкой, двойкой, у нас принято в моей группе. Принято собираться где-то. Последнее время собираемся у меня дома. Я спрашиваю всех участников, кто что ест, у кого на что аллергия, знаком людей с маршрутом, допустим, все мы хотим куда-то в одно место пойти. Я спрашиваю каждого. Ты против, чтобы в это место, в эту задницу лезть? Я дома каждого спросил. Я спросил про маршрут, про еду, про непереносимость продуктов. я спросил про аллергию. Так как обычно я руководитель, я же и медик. Я стараюсь про человека выяснить все. Чем я буду больше знать про человека, тем лучше. Обычно в частной беседе спрашиваю про хронические заболевания. Очень редко среди моих знакомых есть люди, кто бы сказал, я идеально здоровый. У меня вообще никаких заболеваний нету хронических. Современные даже молодежь это какой-то рассадник заразы. Поэтому спрашивать приходится все. Аллергия на продукты, аллергия на медикаменты, хронические заболевания. Если заболевание сердца какое-то, такого человека постарайтесь отказать такому человеку от участия в вашем походе. Потому что человек сгорвет вам весь поход. Очень много людей, которые занимаются туризмом, на голову больные. Со мной ходили мальчики адекватные в жизни. Я не буду говорить кто. Маша знает. Некоторые еще тут этих людей знают. при подъеме у него скручила руки, он не мог засегивать пуговицы, не мог. Помню, я ему засегивал шримку, мы с ним вдвоем ходили писать. Это человек не мог делать ничего. При этом мы шли на 7 километров. Ясно, мы не дошли при подобных. Я ему засегивал кошки, я его кормил ложкой. Это на полном серьезе. А заранее как-то нет. А никак. Вот в жизни мы спустились ниже двух километров. Это совершенно адекватный человек. У него координация движений нормальная. Это есть только барокамера. Нет, нет. Это таких людей второй раз конечно брать сложно. И после этого этот человек начал ходить один на Урал. Причем я его жене говорю не отпускай, он же не вернется оттуда. Ничего, до сих пор человек ходит уже много лет один ходит, но выше километра человек не подымается. но смотрите он же не знает как он придет на мусанге правильно поэтому на более низких высотах он может себя как-то приучить организм адаптировать кислородом не нет потолок опытные спортсмены профессионалы легкоатлеты грибцы раз работать собственные легкие до 7 литров могут сделать растворимость кислорода в крови невозможно увеличить ничем не существует такого опа и сразу ты тренировался а при этом нарушаешь физические законы нету можно медикаментозно при помощи медикаментозно можно но это не наш случай так значит упаковка упаковка аптечки значит по поводу бинтов бинты будете читать какую-то литературу написано там значит взять четыре бинта стерильных четыре нестерильных четыре ваттные четыре стерильные салфетки как только вы вот так вот сжали стерильный бинт он стал нестерильным поэтому не забивайте себе голову его стерильностью разница в деньгах между стерильным нестерильным может быть рубль два не принципиально вы не должны надеяться что если на пачке написано стерильный бинт на самом деле он нифига не нестерильный поэтому он в этой упаковке защищен от грязи и все бактерии там уже он уже лопнул так как я на него стал сел задницей все он он перестает быть стерильным любая рана вне хирургической палаты является уже грязной я пробил я сейчас не 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 про рану будете читать вы к этому делу поднеситесь разумно бумажные пачки открою гляну если у меня бумажные пачки вот в этой пачке вот но она картонная она там чего-то чего-то весит все что можно оторвано на коробке написано что это вот именно на на ней для меня как вот вообще как для полного плоха лучше если будет будет написано что это как применять сколько раз в день количество таблеток и желательно противопоказания все что можно написать на пачке вот кто видит вот на пачке написано маркером значит картонные коробки выкидывать по максимуму это просто это единственная пачка которая вот тут есть картонная стеклянные пузырьки ну это все что можно пересыпайте такие вот блистеры или как это по научному называется блин вот вот такая упаковка из которой таблетки выдавливаются значит на ней написано применение что это сколько раз в день и сверху заклеивается скотчем то есть вот если посмотрите вот тут вот скотч сверху вот в этом случае оттуда чтобы выдавить таблетку нужно сначала прорезать скотч это очень важно потому что если вот какой-то мягкий мешок или же просто пачка ее вот такой потрясли таблетки нахрен оттуда вывались что это за таблетка отдельно лежащая ну специалист не разберется вы тема боли а вам это применять бумажные пачки ну я скотчем не оклеиваю но выбираю такие нормально я их связываю такой толстой пачкой вот вот эти однотипные штуки значит по поводу ин 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 инъекционных препаратов все что в ин 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 нашел я кладу в бутылочку из-под кефира сам я выберу самую жесткую каждую ампулу обматываю ликопластырем ватой еще раз скотчем все все подписано в отдельную бутылку зачем отдельная бутылка то есть если коробка жесткая зачем отдельная бутылка люди идут из-за тулы при плюс 20 выезжают в минус 20 или плюс 40 температура хранения таких ин 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 в карман. Чтоб она не перегрелась, не замерзла. Ее носят при себе. На ночь обязательно в спальник, но это должен делать специальный человек. По поводу тюбиков. Обычно некоторые крема, мази бывают... Есть металлический тюбик, есть из пластика. Два раза согнули, получилась дырка на металлическом. Оттуда мазь жирная текет, все будет. Все перепачкаете. Такие вот штуки одноразовые. Лучше не брать. Если есть выбор, берите жидкие мази в упаковке пластиковой. Особенно относится к детскому крему. То есть крем жирный для лечения потертостей. Если высыпали из-за картонной коробки или стеклянной. Переотложить, пересыпать, переписать название, дозировку и срок годности на новую упаковку. Это важно. Со срок годности эта штука важная. Вы уходите, допустим, два раза в год, а птичка у вас лежит годами. Приходится перед походом я перебираю все лекарства, все лишнее выкидываю. Немножко отвлекусь. Принцип составления птички на группу. Если вы написали себе список на четырех листах, что вам надо купить. Купили это все. По современным ценам меньше чем восемь тысяч у вас не получится. Пошли в поход, никто этим не пользовался. Пришли из-за похода. Что будете делать с этой восьмитысячной аптечкой? Ваши варианты. Восемь тысяч тут вот. Можно раз дать. Если в группе есть какой-нибудь говнюк, то прямо ему вытыскать. Вот тебе две таблетки и нахрен и держишь. Мы для себя уже давно решили. Мы когда-то в 2010 году купили аптечку общественную. Ну такая группа у нас была такая вот. коллектив. Мы купили аптечку и до сих пор эта аптечка путешествует вот уже восьмой год. Вот именно куплено еще тогда. Я смотрю, что кончилось, сроки годности, выкидываю, докупаю новое. И ребятам говорю всем. Говорю, вот на тысячу рублей в этом году новое купил. Это общественные расходы делятся и сразу говорю всем. Ничего из этой аптечки не выдам. И честно вот никто даже не просит. Это принято так. Это принято в нашей группе. Как это будет принято в вашем коллективе. Вам это на самом первом общем собрании нужно договориться. Денежные вопросы – это вещь сложная. После похода 8 тысяч. Чуть я должен кому-то отдать эти 8 тысяч. Люди бывают разные, поэтому тут приходится договариваться об этом заранее. Можно чуть добавить, да? Конечно. И когда собираем аптечку, допустим, вот как вариант. Не обязательно, например, закупать сразу все. Там делается список и потом делается опрос по группе. У кого что есть дома. Потому что наверняка дома есть какие-то запасы. И чтобы не тратить, например, 8 тысяч, можно потратить там 2 тысячи, 3 тысячи. Ну, тоже как вариант. У бабушки осталось. Если что-то после похода осталось, и такой человек такой скользкий, говорит, неплохо бы поделить. Я такому человеку говорю. Скажи большое спасибо мне, что ты это все не пробовал и на себя не вылил. Обычно это очень хорошо действует. Если вы прошли и ни одного лекарства не видели, радуйтесь этому. Все, что потом будет, потом это делить, ну, это потом. Главное, этим не пользоваться. Это очень хорошо. А если вы попользовались, то там уже и делить получается нечего. Так. Вот аптечке. Вот этому списку 8 лет, поэтому он такой страшненький. Но вот показываю, это вот реальная вещь. Значит, на одном листике список лекарств. Сколько штук? Отдельно написано на некоторых пачках. Вот тут написано точно. Что лежит, какое количество, как применять. Желательно еще здесь же писать противопоказания. Но тут вот нет. И дальше, вот тут и тут вот все написано. Написано подробно. В каких условиях. Что нужно сделать там. Антибиотики. И написано конкретно чего. Чем больше информации будет у неспециалиста, тем лучше. Поэтому вот такие шпаргалки, вот это святое дело. Вы можете не брать жесткие коробки, но список лекарств и список по применению лекарств у вас обязан быть. Вот эта штука святая. А у вас он есть в электронном виде? Кто? Вот этот список. То есть поделиться как-то можно? Ну я могу поделиться, я могу любое вот из имеющего дать. Моя задача научить вас, составляете список заболеваний, составляете список лекарств для конкретного похода. И потом покупаете или берете то, почему это именно так. Я взял вот это и это действительно список не мой. Я где-то на каком-то сайте, я очень много читал, много-много-много, Я говорю, классно, прям то, что нужно. Это был 2010 год, мы потратили 6800 в 2010 году на покупку этой аптечки. Я дал список мальчику, сказал, купи все, что там есть. И он это все купил. Одну треть того, что там написано, мы выкинули прямо в самом походе. Аптечка, вот этот список для высоких гор, и там некоторые препараты есть для лечения горняшки. Мы пошли, ну это была Камчатка, то есть там не такие высокие горы были, хотя мы на 4400 залезли, но нам это не надо было. Поэтому чужой список, вот какой-то, мой или чей-то, вы хорошо сделайте ему хорошую цензуру. Посмотрите, а можете ли вы этим пользоваться? В свой самый первый поход, я клянусь, я взял скальпель, иголки и шовный материал. Я даже прочитал, как сделать операцию аппендицита. Я клянусь, у меня эти иглы и шовный материал лежит до сих пор. Я глянусь, говорю, ё-ка, какой я дурак был. Вот, не дай бог приспичило бы меня там, кого-нибудь полоснул бы. Но это был, конечно, 1986 год. Ну, полоснул бы легко. Тогда вообще Мазлов не было вообще. У меня бзик, бзик был именно про аппендицит. Так, целесообразно разделить аптечку на две части. Экстренную, экстренная, вот эта вот, в колодке экстренная, лежит всегда в самом верху рюкзака. Или это, если это велосипедный поход в большом клапане, чтобы её можно было вытащить в течение там нескольких секунд. Там лежат строго определенные препараты экстренные. Вторая часть, это плановая. Это то есть, что вы на привале вытащили, бинтуете, мажете. Ну, это, то есть, это не горит. То есть, ещё есть аптечка личная. В самый первый день я спрашиваю, кто, чего, как. Говорю, ребята, берите свою личную аптечку. То есть, спрашивайте конкретно при всех, какой. Говорит, у тебя хроническое заболевание. Я, ну, я не могу. Я могу там своих друзей по пьяни спросить, что у тебя там, что у меня это. Опять же, я не буду брать лекарства для лечения его специфических заболеваний. Это аптечка личная. В эту же личную аптечку. Каждый, ну, это вот рекомендация. Ну, она такая, уже допробованная. Бинт, пластырь, металластичный бинт, индивидуальные средства защиты, крем для рук, губная помада и свои какие-то очень специфические лекарства. Некоторые аптечки личные получаются побольше, чем вот у меня общая аптечка. Поэтому предупреждаю на общем собрании всех. Ребята, вот не нужно брать, возьмите, один маленький бинт, маленькая эта, маленькую зеленку, но все остальное не нужно. Как только человек поручается собрать личную аптечку жене, два килограмма гарантированно. Если холодно или же жарко, сюда или в спальник. Значит, количество препаратов. И на сколько, да не взять, сообразили, ну, не повторяться. Насколько человек, конкретное лекарство, если не умеете чем-то пользоваться, не берите это. Это только лишний грудь. Ну, значит, еще по поводу аптечки. Хотел сказать по поводу ликопластыря. Ликопластырь. Значит, современные ликопластыри, тканевые, нет, не тканевые, при первом же намокании отваливаются. Опробованный вариант, это ликопластырь, ликопластырь Хартман. Он бывает узкий, широкий, лентами. Купите хороший ликопластырь, вот реально хороший, и пользуйтесь им. Заматываешь мозоль, приклеиваешь. Дождь, не дождь. Это держаться будет несколько дали. Ну, допустим, Хартман. Ну, купите хороший, хороший, опробованный. То, что сейчас... То, что купить можно в аптеке отечественного производства, вы только сделаете мозолю хуже. А вот скажите, у него просто пиевой слой по всей поверхности или там будет рецидный слой? Нет, это просто ликопластырь. Они есть разные, а вот то, что показывается, это просто он не тканный. Вот, то есть там основа не ткань, поэтому он не расползает с тормозой. Он держится хорошо. Есть еще с различными добавками, то есть с серебром в том числе, то есть можно вложить. И его можно резать полностью. Наших зеленка и лейкопластырь, а здесь полностью клеиваем. Ну ладно, по лекорствам, наверное, все. Так, о чем рассказать особенно? А, вот, вот. Значит, вы продиктовали список. Ну там в самом конце будут, ну, вообще уже там редкие заболевания. Спрашиваю всех, как вот вы думаете, какое из этих приключений случается максимально часто? ЖКТ. Ну, по стандартам, амазоль и ожоги, если Крым. Больше половины случаев это все-таки ожоги. Ожоги. Особенно солнечные. Это поражение. Не было случаев еще, чтобы кто-то себе не прижег морду, шею, руки. Максимальное количество лекарств, типа понтенола, кремы, мази, это все-таки ожоги. Людям говорю, берите крема против солнца, но мы же крутые, мы же не пользуемся. Были случаи, когда человек обгорел полностью весь, все кроме трусов и носков. Ну, я это рассказывал уже, что человек обгорел, а это выяснилось только когда мы поднялись на 5 км. Ему там стало так плохо, что его оттуда пришлось нести. Значит, на втором месте желудочно-кишечный раз, раз, нет, ну понятно, что это мозоли. На втором месте однозначно мозоли, потертости, мелкие раны, сссадины. Почти все происходит по вашей же собственной глупости, по моей. Чтобы я чего-то себе не обрезал, вот последний поход это было по Индии, я залез в Ганг, и там раз, в самый первый день, мы только из-за поезда вышли, вот так вышли, я прям залез в Ганг, и я себе рассек ногу вот настолько сильно, что все ближайшие 18 дней ходил на одной ноге. А Ганг, ну, наверное, это такая большая-большая помойка, это очень чистая река, очень чистая. Я, честно, я вот, я, вот, сейчас вот там, чужие фильмы «Самарю», это вообще кристальная была вода, кристальнейшая просто, чистейшая. Ну, пить, пить я бы оттуда не стал бы, но в последнем течении она вот откуда-то вытекает из гор. Это было чисто. Но, столбняк, рассечение раны на ноге – это практически гарантированное поражение человека столбняком. Особенно в тех вот южных странах или же нашей местности. раны на ноге постарайтесь бинтовать, клеить максимально. Это очень опасное заболевание. Ну, надеюсь, что у всех есть прививки против столбняка. В чём я очень сомневаюсь. Делается раз в десять лет, то, конечно, студентам сразу при конструкции… Укол по два факта, все знают, да? Вот это вот укол – это сомнение раз в десять лет. Поэтому, если бы кто-то это не сделал, да? Так, ну чё, значит, допустим, потертости мозолей, да? Обувь разношенная – это на первом месте. Можно ещё? Да, конечно. Компит – хороший пластырь, он гелевый, но его только надо чтобы отлеить, потому что, если будете во время похода, всё-таки может быть уйти. А так вот, в принципе, если он очень нормальный, то он как бы рассасывается сам собой. А? 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 Ну, потому что, если вы его налепите и пойдёте сразу, то может не удержаться. А если вот… А если, ну, вечером ботинки сняли, у него мозолки, тогда уже надо. В общем, не зацепить его порой. Нет, он гелевый, я… Наклеивается, присасывается, как вторая кожа, и он влажный. Это все, а если все, а это… А, нет. Значит, сначала… вот… Воспомнил. Значит, основные принципы первой помощи, первой медицинской помощи – это вот то, что вы должны сделать. Я вам, ну, уже сказал, что при виде какой-то раны, опасности или чего-то, не каждый человек сможет найти в себе силы даже подойти. То есть, в обморок падают очень многие. То есть, вот этому посвящено. Значит, основные заповеди – не навредить на первом месте. Если вы не уверены в чем-то, не нужно этого делать. Не передвигать пострадавшего со серьезными травмами. Пусть лучше лежит. Вот так, как он лежит, вот так же доставляете человека на этом же месте. Если он задыхается… …соводите на его голову. Она не должна быть очень сильно запрокинута назад. Но лучше, если голова будет лежать ровно. Не нужно подкладывать под голову что-то. Не нужно. Самое лучшее – не трогать голову вообще. Ну, если проблема, если человек может шевелиться, вы его кладете на бок, он сам подгинает ножки, все. Больше вы его не трогаете. Не давать пищу или животу. Не надо. Он там день-два без пищи, он потерпит. Из-за палатки в туалет кто его будет носить? Вы. Поэтому не кормите. Лечить должен специалист. Наша задача – оказать первую помощь и донести до врачей. По поводу донести. Ну, так как скорая помощь к вам может приехать, может нет. Поэтому надеюсь, что лекция по изготовлению носилок в школе будет. Будет? Будет. Из пальто? Я не знаю, из чего, что, что, что у вас есть. На это будет какая-то там очередная лекция. Причем эта штука важная. Как нести человека, из-за чего это можно сделать и так далее. Этому должна быть посвящена какая-то часть лекции. Отдельная. Профилактика – лучше лечение. Однозначно. Значит, основные Е-принципы. Быстрота, бережность, обдуманность и так далее. Я не буду дальше. Это не важно. Это алгоритм. Это доказание первой помощи. Первое – это оценка об обстановке. Посмотрите, не угрожает ли опасность лично вам. Это первое. Аварии не происходят на ровном месте. Горный обвал, лавины. Человека вытащили из лавины, из речки. Точно такая же лавина или прилетевший камень очень вероятен. Поэтому, если камень прилетит вам, то тому человеку оказывать помощь будет некому. Поэтому первое – это безопасность лично ваша. Потом оценивайте тяжесть поражения человека. Думайте, мероприятие по устранению поражающего фактора. А потом оценка состояния пострадавшего в виде его досмотра, опроса, что он чувствует, в сознании он или нет. В случае неотложного состояния, шоковое состояние безсознательное, нужно сначала постраться, вывести из шокового состояния. Кровяное давление чуть-чуть еще упадет, и вы ничего сделать уже не сможете. Остановка кровотечения. Вот видите, что текет кровь. Ваша первая задача – остановить. Восстановление нарушенного дыхания. Первичные реанимационные действия. Допустим, непрямой массаж сердца. Обезболивание. Обездвиживание. Придание пострадавшему удобного положения и температурного комфорта. Скорейшая доставка в лечебное учреждение. Так. Это все правильно. Значит, тепловой и солнечный… Да. Конечно. Значит, по дыханию. Значит, есть два состояния угрожающие немедленно в жизни, да, которые надо знать. То есть, это прекращение дыхания и второе – артериальное кровотечение. Значит, дыхание. Сначала определяем, человек дышит, не дышит. Второе – смотрим проходимость дыхательных путей. То есть, человек прилетел камень по голове, а он упал. Вот. Подносим руку, щеку. Вот. Смотрим, дышит ли человек. Вот. Смотрим, почему не дышит. Может быть, у него заполезли. Освобождаем дыхательный путь. Потом, в зависимости от состояния, как сказали правильно, поворачиваем человека на голову. Самый простой случай – человек подавился. То есть… А? Если он упал двигать его, если бы сознание… Может, не подавиться подавиться, мы это не знаем. Мы его инвалиды и укреплилили. Ну, значит, злойный спор, реждимый. Вопросов нет никаких. Короче, человек очень шанс. Ну, это действительно так. Тут уже каждый на себя должен взять какую-то ответственность, поворачивать его на бок, или он помрет так. Сейчас объясню. Самое простое. Значит, первый человек подавился. То есть, кушал ему мясо кусок и сказал, смотри, орел. Вот. И все. И не дышит. И смотрит в глаза вот такие вот. Ни в коем случае не бить ему по спине. Кулаков. Вот. Потому что вот этот кусок у него пойдет дальше. А нажимаете. Берете. Вот. Берете. Вот. Вот. И вот так вот. И он выкрепывает. Вот. Раз. Переместатель. Вот. Второе. Человек выпил много. Вот. И упал в палатке. Вы ходите, гуляете. Приходите, а там труп. Почему? Потому что человек вот такой вот лег. Он начал рвать. И захребнулся. Поэтому за пьяными товарищами поворачиваем его на бок. И пусть он там лежит. И рюкзаку его припернуть. Что это у вас? Вот. Ну, всякая была. Вот. И второе. Это артериальное кровотечение. Почему? Дыхание. Это две минуты. Максимум пять. Все это труп. Вот. Поэтому вот. Второе, значит. Это вот артериальное кровотечение. Здесь самопомощь первая. Должны знать. Обычно защищено. Не защищены кисти рук. Чистые запястья. То есть человек шел, шел, упал. Вот так вот. На вытянутой руке. А там сучок, камень. И он пропарывает себе. Бутылка. И он себе пропарывает. Венши. Артерии. Вот. Тридцать секунд. Человек падает из сознания. Еще тридцать секунд. Никто не успеет дернуться за минуту. То есть сами. Сами. Что-то пережали. Пальцем. Кистью. Ногой. Как хотите. Люди выживали даже при разыгралах. Нет. Все остальное. Это если себе. Давайте допустим кровотечение. Жгут сейчас ходит в аптечку? А? Жгут ходит? Ну. Жгут. Жгут. Вот. Берете все что угодно. То есть все что под руками. Мы. Вот. Я. Допустим резиновые жгут не. В. 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 Собой в парк пошли, и как из Пандерова, да, сразу. Можете что-нибудь перерезать, еще что-нибудь. То есть, если экстренно, если самое простое, я уже всем показываю. Это вот на все случаи жизни. Шейный хваток. Дальше, как же грудь накладывать? А он проскальзывает, да? Особенность. В зубы. И тогда уже мотаем. Я боевик показывал. Мотать где? Мотать жевательно как можно ближе к месту ранения. Потому что чем... А? Выше. Ну естественно, да. Выше, чем место ранения. Когда приспичило, лучше скажите людям. Где и как? Жевательно. То есть, если рука, там где меньше мышц. То есть, мышцу вам передавить будет тяжело. То есть, здесь, здесь, здесь. То есть, чем ближе к месту ранения, тем меньше вы потеряете кровь. Это раз. Второе. Значит, все-таки. Вот этим вот делом. Экстренно. То есть, экстренно. Вот у вас... Вы порвали это. Раз, раз. Быстро намотали. Вот это вот беящее. Возьмите. Почему? Потому что вот это вот будет лежать. Вы поломаете сосуды. Сосуды вам никто шить не будет. То есть, это стоит очень дорого. Вот. И восстановление не подлежит. Поэтому вот эти сдавливают сосуды. Но их не разрушают. Значит, по поводу серьезных кровотечений. Человек действительно падает. Другой человек. Он... Значит, хорошо, если это себе он. Он сам сможет. Он может потерять сознание, быть там одноруким. То есть, какая задача ваша? Не раздумывая. Вы чем угодно прижимаете то место, откуда бьет фонтаном кровь. Первое. Вот не раздумывая даже. Кулаком, ногой вы взяли и на это место надавили. И держите. Другой человек подбежал, взял, опять же, велевка, полоток, майка, рукав. Начинаете выше этого, выше места фонтанирования крови бинтовать, перетягивать. Вы... Все, что вы не сделали за первую минуту, человека потеряли. Пережали пальцем эту дырку, 2-3 минуты жизни у человека есть. Что-то за это время можно сделать. Уже можно вытащить аптечку, вытащить оттуда бинт, вытащить там что-то, перетянуть, перетягивают... Я бы все-таки не скажу, перетягивают мышцы. Перетягивать кость или же локтевой сустав невозможно. Перетягивают дырше место кровотечения до тех пор, пока кровь... Перестает оттуда течь. На... Ну... Если это холодно, если это горы, максимум на полчаса, максимум. После пол-пол-полчаса повязка снимается, зажимается дырка пальцем, 2-3 минуты кровь по руке или ноге циркулирует, перевязывают заново. Если на улице тепло, то можно до двух часов это время растянуть. Штука сложная... Не буду говорить... Теперь... Колотые, резанные... об... 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 Обширные раны. Когда кровотечение, или же кровотечение артериальное, это когда кровь бьет фонтаном. Если она бьет более темная, темная она или же светлая, тут уже непонятно. Но она не бьет струей до метра. Она таким хорошим напором идет, легче, гораздо больше времени. А точно так же все перетягивается. А теперь вот эти обширные резанные раны, которые выглядят очень страшно. Вот у меня, допустим, отрублена рука. Вот это место, вот эта часть от этой была доделена. Я был один. Перетянул тут. Берете любую тряпку. Ну, в смысле, хорошо, если есть бинт. Берете целый бинт, кладете в эту дырку, запихиваете туда, прям вот со всей дури. Берете носовой платок, перчатку, неважно что. Кладете в эту обширную рану. И туго-туго начинаете бинтовать. Это место. Выглядит страшно, но на самом деле далеко не смертельный случай. Бинтуется, бинтуется, бинтуется. Конечно, это все через 3-4 минуты все покрывается кровью. Все будут, все штаны, все будут в этой крови. Ну, на самом деле, 4-5 минут кровь коагулируется именно на бинте, там. Вот там она глубоко. И кровотечение сильное останавливается. То есть нету, появляется очень много времени. Но бинтовать обязательно вы что-то берете, ну, честно, все кроме ваты. Вот не пользуйтесь ватой, вот не надо. Перчатка, шапка, неважно что, в эту дырку бинтуете. Плотно, 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 плотно. Потом снимаете, ну, отсюда, отсюда, ж, 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 если он и есть. Ворсинки намертво приклеиваются. Вытащить из этой раны даже опытные специалисты не могут. Есть индивидуальные пакеты, если как, вата-то используют. Беру, делать несколько, на вате, делать несколько литков пинта, и потом накладываешь. Ну, таким вот, ругодомку. Ну, да. Вот, как раз сейчас расстанавливается. Артериальное, ну, кровотечение, да, обильное. То есть вы жгут наложили, что потом делать. Потом как раз накладывается тугая давящая повязка. И жгут убирается. И потом происходит то, что вы сказали, то есть регуляция и все. Да, это... То есть жгут не постоянно, там, держит, а постепенно снимает. Если, конечно, у вас, вот, не магнит винта, и его, как говорится, в огне в паху. Так. То есть не постоянно жгут, это держит, там, через полтора часа перекладывается. А тугая давящая поверхность. Да, я не знаю. Ожоги термические, химические, гетолитными растениями, ожоги элитрическим током. Все может быть. Значит, чаще всего в походе обливаются супом. Супом, кастрюлей, кто-то падает в костер, в котел. Достаточно это все происходит. Это бывает часто. Значит, легкие, средние, тяжелые, очень тяжелые. Если площадь поверхности ожога больше от ладони, сразу рассчитывайте, что поход однозначно прекращается, и вы человека быстренько несете к людям. Все, что больше от ладони. Не раздумывая, сложная это степень или это тяжелое, это не наше дело. Элитожоги выглядят даже не очень страшно по сравнению с рваными ранами, но приносят человеку такие последствия серьезные, что вот тут с самолечением заниматься не нужно. Значит, покраснение, значит, если это первая степень, ну, то есть по размеру легкая степень или тяжелая, очень тяжелая, вот, и по по глубине поражения, если не первая степень, это солнечный или механический ожог, кипяток, пар, это покраснение, отек, это пухание. Лечится за два дня, проблем нет, пантенол, мази, бинт, не давящий, все это, все пройдет, то есть никуда бежать не надо. Пузыри, это вторая степень. Лечится неделю или же больше. Ни в коем случае не прокалывайте любые пузыри. Пузырь это целая кожа. Как только вы проткнули пузырь на мозоли или на ожоге, вы оттуда вроде как человеку стало легче, вам, вам, то есть обычный человек дырку в мозоли пытается соделать сам. Дырление упало, человеку стало легче, но в эту дырку пошли бактерии, дожог и инфицировался вторичной инфекцией. И получается, что вы сделали только очень плохо. Протыкать или надрезать мозоль можно в очень сложных случаях, если не отодевается обувь на ногу. А мозоли, я клянусь, во всю ногу, вот мозоль, это вся нога, остается только пятка и кончики пальцев. Вся нога, если обувь была мокрая, носок сполз, 20-20 километров, все, мозоль во всю ногу будет. В этот день вы дойдете, вечную обувь снимете, посмотрите на собственную ногу и завтра будете ходить на пятки. В этом случае, конечно, приходится его протыкать, потому что невозможно это день. Но сначала ногу продезинфицировать, для этого вам нужны дезинфицирующие средства. Что является дезинфицирующим средством? Так, хорошее средство. Что еще? Можно я сказать? Ну, я ходил походу, пешеходный, видел сто тысяч миллионов этих мозолей. Мы всегда прокалывали, векопластырино заклеивали, и ни разу никакого заражения не было. Ни разу. Миллионы раз. Ни разу. Не знаю. Сереж, это так было. Именно поэтому я и сказал, что общепринято проткнуть, пустить бактерии, а дальше хрен снять там. Сереж, я говорю, ни разу не разу. Правильно. Будет. У вас несчастный случай расстройки были? очистить кожу от грязи, продезинфицировать, простерилизовать что-то, скальпель, иголку, ножик проткнуть, продезинфицировать, забинтовать. Да, да, конечно. Вот. Ну, это как только если есть возможность не делать дырку, лучше не делайте дырку. Нет, лучше делать. Нет, лучше делать. Значит, последствия отожогов. Сильная боль, шок. Значит, что нужно сделать? Устранить поражающий фактор. Смыть холодной водой, если это химия, то смыть любой водой, снять горящую одежду, холод. Это наипервейшее. То есть, первое, приложить холод. Анальетики. Ну, лучше колоть, но мы этого делать не умеем, поэтому анальетики в смысле обеззабоивающие. Сухая стерильная повязка. На ожог пантыно. Эвакуация. Много давать человеку пить. Контролировать температуру тела, извините, количество мочи, цвет мочи, потому что это ожоги, мы только видим верхнюю часть этого от ожога, насколько это глубоко и в каком это месте и как организм реагирует на такую обширную, потому что от ожоги часто бывают обширные. Как организм каким токсикозом это скажется, не знает никто. так по поводу ожогов обморожение. насколько часто токсикозом супрастин на то две таблетки можно дать. Он идет как протеоалергическое средство, как раз очень хорошо действует на ожоге. На интоксикацию идет, да? Да, да, да. Потому что там запускается аллергическая реакция на содержимое корневого пузыря, то когда супрастин дает, тогда реакция снижается немного и уменьшается отек. Но лучше что-нибудь поновее, потому что супрастин тавидил не грубить можешь, чтобы охреноваться честно говоря. Тавидил это стандарт. Супрастин чуть полегче. Остальные препараты рассчитаны на сезонную аллергию. Вот почему. То есть если тавидил действует там 2,5-3 часа до 6, то остальные препараты на 12 часов, 24 часа. Когда вы покупаете дорогой препарат, то знайте, что этот препарат сделан для аллергиков, то есть сезонных. Они рассчитываются на 24 часа, а по действию одномоментного они намного слабее. Все, прости, нормально, привыкнет. Не может быть в данной ситуации речи о привыкании к какому-то препарату. Мы лечим конкретное экстренное заболевание. Все, что вызовет привыкание, это человек уже 2 недели лежит в больнице. А, то есть марфина тоже пойдет? На тянишане мы когда человека с занимали с ледоника, с нами был опытный врач. Когда она открыла эту аптечку, там была куча препаратов марфинового варианта. Куча целая. И если бы не было бы их, то человек просто бы не выжил. Поэтому слово марфин, да ничего тут такого нету. Ну и пусть марфин. Очень сильное, хорошее, долгодействующее, обезболивающее. Только применять нужно его с головой. Так, кровотечение. Закрытое кровотечение, открытое, венозное, я вот нашел. Лечится точно так же, как и тартериальное, принципиальных отличий нет. Обморожение. Насколько часто встречаются в походах обморожение? Я уже обморожил. На привал. У меня, допустим, отсутствовали ногти на шести пальцах за раз. То есть, это норма. Это обморожение случается часто. Руки, особенно вот эта часть, все, что выше перчаток и ниже рукавов, уши, носы, пальцы, ног. Пальцы, ног это на первейшем месте. Это вот самое первое, что человек может себе отморозить. Пальцы, на втором месте пальцы, рук и уши, нос. лечение или помощь человеку. Ни в коем случае не растирать это место, чтобы максимально быстро к этому больному месту пригнать кровь. Не надо это делать. бинтуется, укутывается, человеку дотается чай, по возможности обеспечивается теплая палатка, полежать, пусть кровь собственная постепенно разрушит кристаллы льда, которые образовались в этом месте. Как только вы это место топлили теплой водой, там все полупается. Еще раз по поводу антисептиков. Какие антисептики кроме хлоргексидина вы бы использовали? В каких случаях они применяются? прана не глубокая, вызванная тупавшим на вас грязным деревом, какая-то ссадина, но куча грязи. Что вы делаете? Вы выберете какой-то антисептик, максимально из этой грязной раны вы вы вымываете куски грязи? Перекись получается. Как только вы перекисью попробуете самодельной перекисью попробуете обработать рану, наверное, не очень хорошо. Поэтому сначала что из антисептиков будет в вашей аптечке? Ну, зеленка йод, перекись, лучше использовать не перекись жидкую, а гидроперид. Пачка одна таблетка аптечного гидроперита на столовую ложку воды получается великолепный гидрэд. Получается перекись водорода применяется везде, где только можно, кроме глаз. Сейчас появилось очень много йода и зеленки в виде красящих маркеров. Куча литературы пишут такое волшебное средство, применяйте легкие, удобные, не пачкаются руки, литературы опыт самый негативный по поводу этих маркеров. Они нифига не работают, это чисто индивидуальное, если два человека помажут свои грязные раны одним маркером, ничего хорошего не будет. Поэтому лучше старые проверенные пузы, пузы, пузырек, ватная палочка не нужна, перевернули вот так пальцем мажете все, что угодно. Согласен, Сереж, у меня тоже такой опыт, и потом врачи сказали не покупайте китайские, как говорят. Не обязательно китайские, есть и хорошие. зелёвы, пока далеко от обморожения. Мы не ушли. Вот такую вот вещь сделаем. Смазки шоу, да? Знаете, да? То есть вот эта замечательная вещь у вас не перца крылья носа, не мерзнет скула. Обратите внимание вот на эту вот вещь. И когда вы идёте, вот она должна когда будете покупать, обратите внимание, и когда вы идёте, то дыхание уходит вниз. Если её нет, то дыхание уходит вверх. Это очень подобная вещь. По поводу масок у меня... Опять же, если серьезный ветер и температура такая переходная, то ноль, то минус два, когда снег падает на такую маску, намокает, она... Хрен знает, что она лучше делает или же хуже делает. Тут очень... нужно очень тонко подойти к выбору подобных масок, чтобы это была именно очень хорошая синтетика, очень хорошая. Пусть это... Лучше пусть это не априн будет. Чтобы на маске так клапан был. дезинфицирует кожу вокруг раны. Именно вокруг не нужно мазать йодом саму рану. Саму рану не сильно бмашки зеленка. И вот я приносил очки. Один еще одеваю и все. Значит, перекись водорода, фуруцелин, хлоргексидин или миробистин. Все это... Все это... Желательно, чтобы в аптечке было. Хлоргексидин и миробистин разнили. Одно и то же. Нет, а то как будто еще месяц. Вы не были в начале лекции. В самом начале лекции вот все по списку все это было. Каждый человек решает сам, что он будет брать? Ты дорогой хлоргексидин или же подешевле миробистин? Наоборот. Каждый решает сам. Действующее вещество очень близкое. Кто что хочет. Так. первая помощь при пищевых отравлениях. Значит принципиально различаются два типа пищевых отравлений. Отдельно которые вызваны бактериями. Очень коротко. Вторая часть это не бактериями, а продуктами жизнедеятельности, то есть токсинами, которые сделали эти бактерии. Часто поражается вся группа. Если у человека понос, это хорошо. пусть человек каждые пять минут бегает в лес и там очищает организм свой. Не нужно использовать лапирамид, чтобы приостановить понос до тех пор, пока человек явно не становится легче. То есть до того момента, пока у него не появляются признаки обезвоживания. Понос это хорошо. При любых отравлениях попытайтесь вызвать рвоту. Максимально вывести из организма токсины. Минимум пять таблеток активного угля. Лучше семь, десять. Что сделать, если человек вызвать рвоту? Это сунуть два пальца, надавить куда-то, рвота вызвается сама. По моему опыту очень много людей этого сделать не могут. Что делать в этом случае? Артем, иди сссссссссссссссссссс.. Это классика, это классика. Это Это был конец похода, предпоследний день мы с Тельбруса спустились в поселок, купили кефира, нахрен отравились там все. Пребята были не просто синие, они были синие-зеленые, с ужасными приступами. Один из этих мальчиков, у него не было ни рвоты, ни поноса, ему каждый час становилось хуже, хуже, хуже. А птичка была такая дефектная, это было очень, очень давно. Поэтому берете как можно больше воды, банку, на, пей. Человек выпивает 2 литра воды, давай, руки. И мы начинаем с ним прыгать, давай. Раз, два, три. У человека так, 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 таксикоз. Ему прыгать, это очень сложно. Давай, прыгай, прыгай. Двадцать раз, все, иди. Все, его однозначно выручь. Мало 2 литра, 3 литра, 4 литра, пусть он лопнет от этой воды. Но прыгать и прыгать, каждый час, каждый час. Вот это, это вот реальный способ спасения. Значит, ну, уже заканчиваем, значит, по... Можно сделать разбор фурацелина, вот, давать выпить. Или, если нет, просто берите столовую ложку соли на литр воды. Образуйте гиперрасмор, если соленый, по полуочкам. А вот. И вот она и входит, и выходит. Да. Вот, значит, по поводу раствора, 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 рассоли. В аптечке всегда есть четыре пачки ригедрона. Это вообще солитое дело. Такая газа. Причем при нормальном разведении получается нормальная минеральная вода. Допустим, в южных странах, где потребление на экваторе, в Шри-Ланке, приходилось выпивать литров 12 воды, то есть 12 литров выходило с потом, с мочой, количество соли. Вы выпиваете воду дистиллированную, а пиваете соленую, а у пота соленость 15 грамм соли в литре. А пьете обессоленную воду и через сутки водно-солевой баланс падает. Человек хочет еще пить, потому что ему нужно исправить водно-солевой раствор, водно-солевое равновесие. Человек пьет еще больше, еще больше писает, еще больше пьет, еще больше писает. И это получается замкнутый круг. Поэтому остановитесь, если вам хочется пить, терпите и не пейте. Если хочется пить, пейте соленую воду, соки, крепкий чай, все, что содержит хоть какие-то минералы. Но воду из горного ручья или сосульку не надо. Это точно не надо. Значит, самое начало лекции. Значит, если дать человеку лекарства, мы не можем, мы не медики. Мы им просто дать вот так, вытащить и сказать, на, вот это съешь и это съешь. А это если там, воткни куда-нибудь. Мы этого делать не можем. Поэтому спрашивайте человека. Значит, вот берете таблетку, вот у нас есть гидроперид. Вот хочешь, я его для тебя садилаю. Как только вы скажете человеку, вот это тебе нужно съесть, вас посадят. Если вы перед этим спросите, а не хочешь ли ты это съесть. Это, это, ну, примерно так. Значит, если вы человеку предлагаете таблетку, а он спрашивает, а точно она мне поможет? Да точно поможет. А точно мне вреда не будет? Да конечно не будет. А у тебя лицензия на лечение есть? Отойдите нахрен от этого человека. Пусть он уже лечится сам. Ну, наверное, все. Значит, если нужно продолжение, задумывание, скажите. Значит, по поводу макулатуры. Значит, если, ну, там, кому-то там список лекарств или список заболеваний, напишите там где-то на форуме или где-то. Я принесу, раз замножите или вышлют на почту, не проблема. Ну, все, тогда. Спасибо, Сережа. Я чувствую, что ты хорошо технику...